В актовом зале Брестской областной библиотеки имени Горького прошла премьера нового моноспектакля Народного театра Дома культуры железнодорожников «Абонент временно недоступен». Премьера собрала полный зал поклонников творчества коллектива. Свободных мест не наблюдалось. За долгую театральную деятельность в репертуаре артистов поселилось много пьес. Однако опыта игры моноспектакля пока не было. Пьеса о нашем современнике, о проблемах жизни, любви, взаимоотношениях мужчины и женщины рассказанное самим героем на протяжении чуть больше часа. Моноспектакль – это один из сложнейших видов театрального искусства. В данном контексте уместно сказать даже мастерства. На протяжении часа один артист держит на себе внимание всего зала. Главный герой моноспектакля «Абонент временно недоступен» Владимир Захаренко – опытный актер. За 20 лет своей карьеры он играл на многих театральных подмостках республики. Коллеги уважают Владимира за особое трудолюбие и кропотливость, с которой он оттачивает каждое движение, каждую интонацию. Поэтому они уверены, что премьера моноспектакля запомнится зрителям. Мало кто так помечает все там всякие моменты, то, что говорит режиссер, то, что нужно делать. То есть у него вся пьеса прямо исписана, с какими-то помарками, пометками. То есть он очень точен, очень правилен, за что ему очень большое спасибо. «Абонент временно недоступен» – современная пьеса «Монолог» в двух действиях. В ней больше десяти персонажей, но на сцене только один из них. Об остальных зритель узнает из уст главного героя. Это история из жизни амбициозного мужчины, который по прошествии десяти лет брака не мог и предположить, что его жена-домохозяйка сможет от него уйти. Во время поисков уже бывшей супруги мужчина размышляет о своих упущениях в отношениях, ищет зерно истины в ее поступке. «И обо мне не слов? И что ушла из дома? Ну а когда это позже она перезвонит? Нет, я не понимаю, раз она тебе звонит, так она же хотела что-то сказать, помимо того, чтобы ты не волновался. Да, чудеса дай только». Анастасия Назрин-Плотницкая, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».